День добрый, уважаемые коллеги. Я бы хотел поделиться с вами опытом ведения пациентов в кардиоаритмологическом центре. Это в основном пациенты, которые пришли за последний месяц-два для текущего контроля или впервые показались для оценки состояния. Две недели назад пришел невысокого роста, такой сухощавый, спортивного вида молодой человек и рассказал, что он не может сейчас активно бегать, и это ему мешает заниматься боксом. И при расспросе выяснилось, что одышку при подъеме по лестнице он впервые заметил еще куда-четыре назад. Он тогда продолжал заниматься боксом, обратился к тренеру. Тренер сказал, что это у спортсменов бывает, и обращать внимание не надо, и надо продолжать интенсивно тренировки. Кроме того, выяснилось, что он перенес четыре пневмонии в течение четырех лет, в основном левосторонние. И в настоящее время он продолжает тренировки свои. Ну вот в частности, он когда встает, 350 раз приседает, потом идет на турник, потом отжимается. Но, безусловно, это не то состояние, которое он считает оптимальным, и поэтому посоветовали обратиться к нам. Вот вы видите электрокардиограмму. Очевидно, что она сильно изменена. Здесь мы видим картину блокады правой ножки пачкагиса. Ну и, безусловно, обращает внимание на фоне полной блокады. Очень высокий R в правых грудных отведениях и глубокий S в левых грудных отведениях, что указывает обычно на выраженную перегрузку правого желудочка. Кроме того, видно, что нарушено проведение импульсов по предсердиям в форме межпредсердной блокады. При аускультации в зоне грудины был выявлен шум систолически короткий, и было предложено сделать их кардиографию. Вот здесь вы видите результаты их кардиографии. Обращает внимание, заметное расширение правого предсердия, правого желудочка, гипертензия в легочной артерии, систолическое давление в легочной артерии, рассчитанное по тригоспидальной регургитации, составило 55 мм ртутного столба при норме до 30 мм. И при сонографии в средней третьей межпредсердной перегородке был выявлен дефект 1,5 см со сбросом кровотока слева направо. То есть у пациента врожденный дефект межпредсердной перегородки, не диагностированный, ну и, соответственно, пациент был направлен для хирургического лечения. Следующий пациент 65 лет, он многократно обследовался у разных специалистов, кардиологов, гастроэнтерологов, неврологов. Неоднократно был госпитализирован в кардиологические и терапевтические подразделения, но диагноз у него пока остается неуточненным, и эффекта от предлагаемого лечения у него нет. При разговоре выяснилось, что заболел он в ноябре 2022 года. У него появилось постоянное сжение в верхней части груди. Причем оно сохранялось и на приеме. Оно не было связано с ходьбой, положением тела. При попытке пальпации в зоне слева от грудины он отметил усиление болезненности, но это было не сжение. Ну вот здесь вы видите, что он дважды госпитализировался, проводилось лечение гастроэнтерологом с помощью ингибиторов протонной помпы, цитопротекторов. Кардиологи назначали антиангенальные препараты, невролог свою терапию, но эффекта не было. И он много лет водил транспорт в одну из организаторов, а с февраля 2023 года был вынужден оставить работу, хотя, конечно, было желание у него продолжить свою профессиональную деятельность. При эхокардиографии, ну вот здесь вы видите, результаты каких-то существенных значимых причин нет. Аорта нормальной величины, клапаны работают, размеры камер сердца в приемлемом диапазоне. Это биохимические показатели крови, общий анализ крови. Качество электрокардиограммы не выдающееся, но здесь тоже мы не видим каких-то заметных грубых нарушений проведения, реполяризации, ритми. Вот он находился, видите, недавно в кардиологическом подразделении. Интересный диагноз, который мы поставили. Стабильная стенокардия третьего функционального класса. Хотя она обычно связана с физической нагрузкой. Если третий функциональный класс, то значит, пациент проходит где-то до 100 метров и останавливается. При этом провели коронарную ангиографию, стенозов не выявили. Тем не менее, вот диагноз у него такой. И вы видите по рекомендациям, что пациента, по сути, вели, как и рекомендовали вести, как имеющего коронарную болезнь. Позднее он в другом кардиологическом отделении проходил лечение. Диагноз не менялся. Оставили диагноз стенокардии. Причем тут же отмечено было, что коронарография без стенозов. То есть лечение аналогичное. Кардиологи продолжают проводить лечение коронарной болезни, хотя на Жене это не повлияло никоим образом. А вот он посещал еще другие центры, к другому кардиологу обратился. Но диагноз не меняется. И лечение не меняется принципиально. Гастроэнтеролог тоже занимался обследованием пациента. Здесь выявили признаки небольшого атрофического гастрита. Гастроэнтеролог обратил внимание, что в этом уж состоянии предшествовала гибель внука. И с учетом вот такой клиники была рекомендована консультация психиатра. Ну вот в данном случае я бы хотел обратить внимание, что если кардиологи видят атипичную клинику, все-таки следует рассмотреть и оценить возможность других заболеваний, в том числе и психических. Для этого нужно тщательно опросить пациента на предмет возможных факторов риска, провоцирующих, триггерных или причинных, которые вот предшествовали ухудшению состояния. Конечно, при вот такой картине, безусловно, ни о какой клинике станокардии речи не идет, потому что клиника станокардии, в общем, существенно отличается от того, что описывает пациент. И даже коронарография не смутила кардиологов, и они продолжали вот с завидным упорством вести пациента со своим диагнозом. Здесь был еще и дефект обследования, потому что если мы видим жжение, там дискомфорт или боль в грудной клетке, неясного генеза, нужно, конечно, провести визуализацию грудной клетки. И пациенту было рекомендовано сделать компьютерную томографию. Следует, безусловно, рассмотреть возможности заболевания аорты, в частности. Ну и, конечно, следует согласиться с гастроэнтерологом, что здесь речь может идти и о соматизированном жжении в груди, которое требует твоего лечения, тем более, что это состояние возникло после сильного стресса, которое может быть как причиной, так и триггером заболевания. И пациент, поскольку он не был склонен сразу обращаться к психиатрам, мы предложили ему провести курс психотропного лечения, направленного на коррекцию эмоционального состояния. И при отсутствии эффекта, возможно, даже подключение препаратов антипсихотического профиля. Следующая пациентка жаловалась на ежегодные приступы частого сердцебиения в подростковом возрасте. Они снимались быстро, внутривенно. Скорой привозил эверопомил. В 2015 году сердцебиения возобновились. Частота была в районе 140-160 в минуту. По нескольку раз в год приступы беспокоили. Продолжались обычно 15-30 минут с одышкой, слабостью, повышением артериального давления до 190. Но на электрокардиограмме приступы зарегистрированы не были. Вот в связи с появлением этих приступов было начато лечение кардароном, которое в целом было достаточно эффективным. Но вот в этом году она похудела на 10 килограмм. Вот она первый раз обратилась с 31 мая к нам. Причем пациентке по месту жительства на СОЛОНУДЭ было рекомендовано провести оценку функций щитовидной железы. Врачи обратили на это внимание, несомненно. И здесь вы видите картину гипертириоза. То есть низкий очень тиреотропный гормон и высокие показатели тироксина и 3-йод тиранина. Она побывала у эндокринолога, который установил ее диагноз тиреотоксикоз кардароновый и назначил лечение тирозовым. Тем не менее пациентка решила обратиться к нам для уточнения тактики ведения ее аритмии. Конечно, лечить аритмию непросто, когда у вас нет верификации аритмии. В данном случае, конечно, было рекомендовано в первую очередь вылечить заболевание щитовидной железы, амиадарон индуцированный тиреотоксикоз, а затем уже вернуться к вопросу, если аритмия будет продолжаться, и мешать пациентке уже к лечению этой тахиаритмии. Но когда мы посмотрели заключение эндокринолога, то выяснилось, что эндокринолог предложил лечение тирозовым 30 мг в сутки, при этом не было попытки дифференцированной диагностики типа амиадаронного тиреотоксикоза. И поэтому было рекомендовано уточнить тип амиадаронного тиреотоксикоза и уже в зависимости от типа тиреотоксикоза проводить лечение. Напоминаю, что есть два типа. Первый фактически – это обострение латентной болезни Грейвса. При этом при доплерографии повышенный кровоток в щитовидной железе определяется, поглощение йода нормальное или повышенное и определяется антителакрецептором тиреотропного гормона. А вот второй тип – это собственно истинный амиадаронный тиреотоксикоз, который связан с деструктивным тиреоэдитом. Кровоток там снижен, поглощение йода снижено и антителакрецептором тиреотропного гормона отсутствует. Ну вот уже после консультации что мы видим? Антителакрецептором тиреотропного гормона отсутствует, Кровоток снижен, и обратите внимание, хотя и время прошло немного, но практически реакции на тиреостатическую терапию нет. В консультации мы указывали, что при втором типе диабета лечения целесообразно проводить кортикостероидами. Эндокринолог, увидев эту ситуацию, подключил здесь преднизолом 30 мг в сутки 2 недели, затем по 5 мг снижения. Это вызвало некоторое удивление, потому что так быстро, конечно, редко удается подавить тиреотоксикоз второго типа. А вот пациентка пишет, потому что она находится в ОНД, и общение идет по электронной почте. Это вот ответ мой, что она жалуется, что эффекта нету, что делать. И, в общем, тут, конечно, необходимо активно продолжать лечить адекватно преднизолом. Ну, вот здесь вы видите, да, вот здесь вот 30 мг преднизолом назначено, и стали уходить достаточно быстро 5 мг в неделю. И когда стали уходить, то вот смотрите, тиреотоксикоз опять увеличился. Это вот следствие быстрой отмены преднизолона. При этом продолжалось лечение тирозолом. Ну, надо сказать, что тиреотоксикоз второго типа можно вести и одним преднизолоном без тиреостатиков. Ну, в дальнейшем вот 20 мг, опять вернулись 20 мг, оставили. И вот здесь мы видим, что уровень свободного тироксина постепенно снижается. И вот здесь вот уже в октябре начал подниматься тиреотропный гормон. Причем он достиг 12,9 мг, и вот было впечатление даже, что может сформироваться гипотиреоз. При этом пациентка продолжала принимать, и рекомендовано было продолжить принимать тирозолы и преднизолон. Все-таки мы настаивали на лечении гипотиреоза. Здесь вы видите уже следующую консультацию, она в августе. Послание пациентке, которое отмечает, что на фоне предневого преднизолона состояния улучшилось. Когда снизился преднизолон, ухудшилось. А когда до 5 мг, состояние еще ухудшилось. Это о чем говорит? О том, что вот как раз неоправданно быстро снижалась доза преднизолона. И вот она еще жалуется, что ей как раз эндокринолог сказал, что придется удалять щитовидную железу. Ну вот она как раз описывает здесь снижение эффекта и ухудшение состояния тогда, когда снижается доза преднизолона. Ну в ответ, естественно, мы пишем, что желательно провести адекватную дозу с длительной препаратами глюкокортикоидами. Она показывает все это врачу, что врач в курсе, что она консультируется у нас. Ну вот так вот происходит совместное ведение пациентки, потому что вести тиреотоксикоз дистанционно, когда пациентка в другом городе наблюдается еще эндокринологом, конечно, нецелесообразно проще наладить диалог вместе с эндокринологом, решить все-таки эту проблему. Это вот последняя ситуация, когда уже тиреотропный гормон вышел за 12 и снижался тироксин. И было впечатление, что может даже развернуться гипотиреоз, что нередко бывает в этой ситуации, поскольку была деструкция выраженной щитовидной железы. И, конечно, эндокринолог проявил осторожность. Как раз он все-таки рекомендовал оставить тирозол с преднизолоном. Потом, конечно, было предложено все-таки приехать, потому что заочно обсуждать нельзя такие вещи. Ну вот она приехала, и вот как раз уже официально было заключение, что может сформироваться гипотиреоз, и можно отменить, безусловно, тирозол и преднизолон. Сейчас уже это неэффективно. И продолжать динамически оценивать состояние, потому что может сформироваться гипотиреоз. Это один из пациентов, которого мы вели сами. Там была тяжелая ситуация, связанная с жизнеопасной желудочковой аритмией, внезапной смертью на фоне ДКМП. И вот мы вынуждены были вести на комбинированной антиаритмической терапии, включая 400 мг амидарона. И когда появился уже тиреотоксикоз второго типа, мы отменить не могли ввиду жизнеопасной аритмии. И вот чисто на преднизолоне, без тиреостатика, вы видите, мы добились эффекта. Но, правда, повреждение щитовидной железы было приличным, тем более, что амидарон мы отменить не могли в этой ситуации. И сформировался уже субклинический гипотиреоз, который в дальнейшем контролировался левотироксином. Какие выводы? При подозрении на амидарон важно как раз определить первый или второй тип у нас имеется амидаронного терапсикоза. Для этого нужно брать антитела к рецептору тереотропного гормона, оцене кровотока щитовидной железы, поглощение йода, так как лечение отличается. Лечение второго типа обычно проводится длительными глюкокротиковидами. И не надо торопиться, как вы видите, быстро убирать их ввиду возможного рецидива тиреотоксикоза. Ну и нужно внимательно оценивать состояние, поскольку после подавления воспаления возможно формирование даже гипотиреоза. И нужно своевременно менять лечение. Следующая ситуация. Пациентка 63 лет. У нее с 2021 года фибрилляция предсердий. Она идет на добегатране на 152 раза. И так получилось, что она поехала на курорт на неделю отдохнуть и забыла взять с собой добегатрану. Ну и думала, что все обойдется в целом. Но вот как раз в этот период у нее ночью 21 июля этого года развился кардиомболический инсульт. Ее госпитализировали уже после развития этих событий. Это вот выписка из истории болезни, когда ей в 22 году как раз и назначали антикоагулян. Вот здесь вы видите, даже в диагноз вынесли шкалу и насчитали 2 балла в связи с чем? В связи с тем, что они поставили гипертоническую болезнь третьей стадии. Но дело в том, что повышение давления было скромным, можно сказать, пограничным. И когда назначили антигипертензивную терапию, давление стало низким. Поэтому пациентка отменила это лечение. И вот в данном случае, конечно, максимум, наверное, что можно было поставить, это 1 балл. Потому что это женщина до 65 лет. И вот здесь вопрос, назначать или не назначать антикоагулянтную терапию, был дискуссионным. И возникал вопрос, почему тогда по шкале, если брать невысокого риска, даже низкого, возможно, риск, почему отмена добегатрана на неделю вызвала инсульт? Ну вот здесь вы видите упрощенную шкалу, как обычно выбирают антикоагулянты. Согласно европейским рекомендациям, считается, что если риск низкий, в данном случае больше в пользу низкого риска, то можно обойтись без антитромботического лечения. Давайте посмотрим, что у нас есть. Какие еще факторы могут повлиять? Ну, во-первых, у пациентки постоянная фибрилляция предсердий, то есть она не восстанавливается. И это, конечно, чем дольше, естественно, фибрилляция предсердий, тем выше риск тромбоэмболии. Эхокардиография. Если предсердие увеличено, это повлияет на риск тромбоэмболии? Конечно, повлияет. Чем больше структурные изменения левопредсердий, тем выше риск тромбоэмболии. Дальше вот посмотрите. Креатинин с расчетной скоростью кулочек 47 мл в минуту. Как почная дисфункция влияет? Давайте обратимся к рекомендациям. Ну, вот и в европейских, и в российских. Ну, российские обычно они переписывают. Европейские рекомендации. Там самостоятельная аналитическая работа редко можно увидеть. Здесь вы видите, что конкретных четких рекомендаций давно не было. Хотя, если мы обратимся к исследованиям, то вы видите, что при хронической болезни почек повышается риск тромбоэмболии, и он может быть снижен в соответствующей антитромбоэмболии. А вот еще одно из проспективных исследований с оценкой уже рисков. И здесь вы видите, что чем ниже расчетная скорость клубочковой фильтрации, соответственно, чем выше стадия хронической болезни почек, тем выше риск тромбоэмболии. Но возрастает риск кровотечения, соответственно. Хотел вам показать такую известную работу специалистов, которые серьезно занимаются этой проблематикой. И вот они здесь, видите, пишут, что прямые оральные антикоагулянты, по крайней мере, до 30-44 мл в минуту, все-таки можно спокойно назначать, и там преимущество над риском кровотечения будет очевидным. И вот мне кажется разумным, да, использовать не вот тот упрощенный алгоритм, примитивный, который все так активно используют с подсчетом баллов, потому что сама шкала, она на самом деле весьма-весьма ограничена. Но вот одно из последних сравнительных исследований, когда сопоставляли разные шкалы по эффективности градации риска инсультов, а на самом деле шкал довольно много, то вот посмотрите, ну 0,7 считается, это более-менее приемлемо. Ну вот шкала ЧАЦ-ВАСК, она ведь, получается, что мы используем одну из худших шкал, неважным развлечением группы риска, 0,7-0,6 это плохое развлечение группы риска на самом деле. Вот, и, конечно, если использовать только эту шкалу, то у нас могут быть и ошибки. И мне показалось важным все-таки включить наряду со шкалой, которая, ну, пока является стандартом у нас популярным, везде рекомендуется. В том числе необходимо, конечно, учитывать и другие факторы. Ну вот у нашей пациентки это нагрузка фибрилляции предсердия, это размеры левопредсердия, это дисфункция почек, несомненно. И, конечно, это влияет на риски тромбоэмболии. И, собственно, наличие трех дополнительных факторов риска и обусловило то, что вот отмена препарата привела к таким вот катастрофическим последствиям. Так, следующий пациент, ему 69 лет, он обратился к нам в январе 23-го года, 11-го числа, и у него за 4 дня до этого был эпизод давящих боли в груди продолжительностью примерно 8 часов. На ЭКГ сложно было что-то найти, потому что у него здесь, вы видите, блокада правой ножки пучка ГИСа. Пациента не госпитализировали, он проживает в одном из городов Иркутской области. Представьте себе, да, что вот на приеме пациента через 4 дня, конечно, нельзя было исключить здесь острый коронарный синдром, включая инфаркт миокарда, поэтому было предложено сразу же сделать тропонин. Вот они тут же поехали, сделали тропонин, и вы видите, что 11 нанограмм на миллилитр. О чем это говорит? Если мы будем использовать европейский алгоритм 0,1 час, ну, который является, в общем-то, стандартом в современной кардиологии, хотя в России, в нашем регионе, применяется крайне редко, что мы здесь видим, да, что здесь у нас тропонин 11 нанограмм на литр, но прироста, видите, нет, сейчас не оценивается прирост, поэтому логично было бы пациента отнести все-таки в, может быть, и промежуточное изменение тропонина, и, конечно, это требует дополнительного уточнения. Ну, рисковать мы не могли, конечно, безусловно, необходимо было пациента госпитализировать. Чаще всего это делается через вызов скорой помощи. Вот пациента в этот же день была вызвана скорая помощь, и пациента госпитализировали в больницу, которая специализируется на этих пациентах. Там провели коронарную ангиографию, стенозов не нашли, тропонин был меньше 10 нанограмм на литр, и пациенту был установлен диагноз нестабильная стенокардия. Вот вопрос, а вот эта информация позволяет исключить инфаркт миокарда или нет, потому что прошло же с 7-го было до 11-го 4 дня, вот или нет. Тут, конечно, возникает проблема в диагностике. Почему? Вот посмотрите на тест, который был сделан 11-12-го. Это не высокочувствительный полуколичественный тест, потому что высокочувствительные тесты могут оценить, вы же видите, по алгоритму вплоть до 1-2 нанограмм на литр. Вот здесь он не был высоким, но тем не менее он не был таким низким. И тут же вопрос ведь в том, что мы же не впервые не берем, да, мы берем через 4 дня. Конечно, тут проблема в том, что мы пытаемся диагностировать, вот где-то здесь, да, получается, инфаркт миокарда, а тропонин уходит у нас. Конечно, вот нам бы хотелось посмотреть динамик, уходит он или нет, но для этого нам нужно использовать настоящее количественное тесты, высокочувствительные. Тогда мы могли увидеть, например, если там было 11, да, затем там 7, 5, 4 потихоньку уходил, то это было в пользу того, что все-таки произошел инфаркт миокарда. Но тем не менее врачи установили диагноз нестабильности на карде и, соответственно, лечили пациента. Но там еще одна интересная ситуация. При эндоскопии было выявлено острая эрозия, которую мы нередко видим в желудке. Но и вот посмотрите, картина пищевода Боретта, это предраковое состояние. Тип дисплазии еще не выявлен, но гистологически надо определять. Но тем не менее. Посмотрите это еще раз на выписку. Диагноз сам по себе пищевода Боретта, он спрятан в числе других допустующих диагнозов и даже не выделен. Кардиологические там факторы риска выделены, а предрак пищевод Боретта, который, собственно, может дать вот этот дискомфорт в груди, он не выделен. И в выписке ведь тоже ни слова о том, что надо делать. Тоже не акцентировано внимание на то, что пациенту вообще-то необходимо активно диагностировать степень дисплазии и проводить лечение пищевода Боретта предракового заболевания. И резюмируя эту ситуацию, можно сделать следующий вывод, что применение невысокочистных тропонин без оценки динамики вызывает неопределенность в диагнозе. Второе, что сосредоточьтесь кардиологов на диагнозе острый коронарный синдром привык к игнорированию поиска других причин, даже при очевидных тестах. Следующие пациенты, 83 года, вот они пришли с семьей, как нередко бывает, более 10 лет назад он перенес инфаркт миокарда. Тогда же выявили выраженный коронарный атеросклероз и провели аортокоронарный аутовенозный шунтир. Правая была на 90% окклюзирована, ствол был более 50% окклюзирован ввиду многососудистого атеросклероза. Но после коронаревирусной инфекции в пневмонии в этом году усилилась стенокардия. Надо сказать, что провели повторную ангиографию, и стенозы были другие немножко, то есть куда-то исчез 50% стеноз ствола и стеноз передней сходящей артерии с 90% стал 75%. Но правое окклюзировано, что, конечно, вызывает некоторые вопросы к качеству визуализации. Ну вот здесь вы видите диагноз, стенозы, клубочка фильтрации снижена у пациента. И вот кардиохирург проконсультировали, и он предложил коронарное шунтирование. Фракция выброса, вот здесь вы видите, она снижена. Толщина миокарда межжелучкой перегородки 15 мм. Вот 46, да, расчетная скользкость. Клубочка фильтрации здесь была ниже в другом стационаре. При колтеровском мониторировании вот постоянная фибрилляция предсердия, периодически вот депрессия сегмента СТ, возможно, ишемического генеза. Вот эта выписка, кстати, старая, 2010 года, вот когда он проводил. И вот тут я бы хотел обратить внимание, что семья и пациенты пришли посоветоваться, нужно ли делать еще одно хирургическое лечение, то есть повторное коронарное шунтирование. Здесь следует оценить проблемы, которые у нас есть. Ну, во-первых, у нас есть существенные отличия в оценке коронарного кровотока. Это первое. Второе. Нельзя просто так вот предлагать, давайте прооперимся или нет. Необходимо, конечно, какую-то объективную оценку дать переоперационного риска, потому что и пациент переживает, он вполне сохранный, голова хорошо работает, сам оценивает, и семья беспокоится. Но им же нужно дать примерные оценки. Рисков операции этого сделано не было, и это редко вообще делается, надо сказать, прямо при обсуждении пользы риска. Ну, вот мы посчитали шкалы. У нас получилось, что вот шкала СОРД, ну, известная универсальная шкала для оценки хирургического риска, вероятность месячной смерти была 9%, ну, и Евроско-2, она тоже посчитала вероятность госпитальной смерти в районе 9%. Такие оценки могут быть по-разному оценены людьми, но в данном случае семья клонилась в пользу отказа от повторной большой операции, и уже скорректировали лечение, усилили его, такая ситуация. И еще один пациент, у которого я бы хотел показать, что тесты, они могут существенно различаться. Вот 54 года у него выявили нарушение реполяризации на ЭКГ, и провели тестирование с помощью сцинтиграфии миокарда при нагрузке. Вот выявили ишемию миокарда боковой стенки, ну, вот в районе там 6%. Ну, вот картинки. Пациенту повторно делали стресс-тест с сцинтиграфией миокарда, но уже в другом учреждении, в центре Мишалкина, а здесь не нашли нарушения кровотока. То есть, что можно сказать по этому поводу, что любой диагностический тест не является стопроцентно точным, и результаты могут варьировать в разных лабораториях. Соответственно, нужна комплексная оценка пациента с детальной оценкой клиники, а нам надо других лирифицирующих тестов. Пациентка 57 лет наблюдается в нашем кардиоритмологическом центре с 2017 года. Ситуация тогда была следующей. В конце августа 2016 года у ней появилась одышка при ходьбе на небольшое расстояние. Она 50 метров 20 пройдет и останавливается. Отеков на ногах не было, но ночью она присаживалась, обратилась она в областную клиническую больницу, и ей было рекомендовано ампулаторное лечение. Но через два дня ее госпитализировали по скорой помощи с ухудшением состояния. В городской больнике установили постинфарктный кардиосклероз. В этот же период, в 2017 году, у нее был выявлен рак молочной железы. Понятно, что у нее в этот период и сон нарушился, и страх появился смерти, и наросла тревога выраженная. Ну вот здесь вы видите выписку из Национального центра онкологии имени Блохина, нашего ведущего учреждения, где вот как раз диагноз опухоли установленный. Это она уже в 2019 году туда обращалась, и было рекомендовано удаление молочной железы и лечение тамоксифеном. Что касается кардиологической проблематики, в сентябрь 2016 года обратите внимание, что здесь дилетация левых отделов и низкая фракция выброса левого желудчика 22% по Симпсону. То есть очевидно у нас имеется дилетационная кардиомиопатия. Ну вот электрокардиограмма в тот период. На каком основании был поставлен диагноз постинфарктов кардиосклероза, информации у нас нету, но вот здесь, конечно, есть определенные нарушения внутрижелудочкового проведения, но они могут быть вполне в рамках и дилетационной кардиомиопатии. Тогда, конечно, мы занимались коррекцией терапии, поскольку она к нам обратилась, увеличили дозу бисопролола, затем увеличивали налаприла. Дать сакубитрил вальсартан мы не могли, потому что низкое давление не позволяло нам это сделать. Тогда вот был еще назначен левотероксин, но это часто бывает, у нас нет убедительных оснований, и мы, естественно, его отменили, поскольку это могло помешать лечению нашего заболевания. Ну вот интересно, видите, в 2019 году сделали уже эхокардиографию, и там вот показатели фракции выброса по Симпсону было 51%, что несколько отличалось от наших результатов. Ну вот здесь вы видите динамику данных эхокардиографии, вот желтым сверху это конечный диастолический размер левого желудочка, а внизу синий это фракция выброса левого желудочка, и вы видите, что на фоне лечения она постепенно-постепенно повышалась, и мы даже рассчитывали, что нам, может быть, удастся и уменьшить дозу препаратов, но, к сожалению, в 2022 году фракция выброса стала ниже, пациентка к нам не обратилась, хотя до этого регулярно, ежегодно наблюдалась у нас, и появилась у нас вот только недавно, когда уже присоединился дискомфорт в груди и утомляемость. Ну вот натриуретический пептид невысокий, кстати говоря. Наши действия были, что в связи с худшением состояния мы активизируем лечение, анализы гормонов щитовидной железы еще раз берем, и в связи с гипотензией мы решили уменьшить дозу лаприла, и зато добавить дапоглифлозина и бисопролола. Ну, то видите, что у них все-таки давление невысокое. Если бы мы просто добавили, допустим, дапоглифлозин и увеличили дозу бисопролола, то, скорее всего, бы столкнулись с выраженной гипотензией. На фоне коррекции у нас состояние улучшилось, но здесь мы видим, да, что признаки небольшого гипертиреоза есть. А решили посоветоваться с эндокринологами и, возможно, необходимо, нужна будет коррекция еще. Ну, что здесь следует отметить? Пациенты с дисфункцией левого желудочка требуют динамического наблюдения с оценкой их кардиографии на триуретическое период до 106-минутной ходьбы и при первых признаках усиления терапии и сердечной недостаточности. И еще одна вот ситуация у нас, это пациентка 67 лет, она перенесла ковид в конце прошлого года и отметила усиление одышки при ходьбе и вот в июле одышка заметно усилилась и она через 5-10 метров вынуждена была останавливаться. На ЭКГ мы видим трепетание предсервий, брадикардия, при эхолокации сердца, что мы обнаружили левые размеры там вполне приемлемые, но выявляется выраженный тяжелый ортальный стеноз с градиентом давления 77 миллиметров и максимальным и средним 50 миллиметров. Но до этого, до консультации у нас она обращалась и госпитализировалась в кардиологическое подразделение с диагнозом нестабильная стенокардия, а в сопутствующих ортальный порог сердца. Если же мы посмотрим на рекомендации, да, здесь лечение включает с одной стороны и борьбу с сердечной недостаточностью, с коронарной болезнью сердца, но ни слова о необходимости коррекции тяжелого ортального порога. Это другая госпитализация. Здесь проводили коронарную ангиографию. Здесь насчитали конечный диастолический размер 97 сантиметров. Наверное, многовато. Ну и опять, что мы видим в диагнозе, нестабильная стенокардия. Стенд перед нисходящей артерии был установлен, пациентки найдены, но порока даже нет. В рекомендациях ни слова о тяжелом ортальном пороке, о необходимости хирургического лечения, к сожалению, нет у нас. Вот это не является редкостью, я бы сказал даже правилом, что в основном кардиологи сосредоточены на лечении коронарной болезни сердца и недооценивают или игнорируют признаки даже тяжелых пороков, которые, собственно, и определяют в основном прогнозы, судьбу пациента. Ну вот такие случаи, с которыми хотелось бы с вами поделиться, и я надеюсь, что этот опыт может помочь вам более эффективно принимать клинические решения. Итак, резюмируем. В кардиологической практике наблюдается часто недооценка коморбидности, даже выраженной, с неблагоприятным ближайшим прогнозом. Лабораторные тесты, выполненные разными специалистами, учреждениями, нередко существенно различаются, что затрудняет принятие клинических решений. Болезни сердца требуют мониторинга основных параметров и при изменении их своевременной коррекции лечения. Ну и также прогностические шкалы несомненно помогают в принятии эффективных объективных клинических решений, но врачу требуется знать ограничения шкал и учитывать и другие предикторы неблагоприятных событий, которые в данную прогностическую модель не вошли. Ну вот, коротко основные позиции. Спасибо вам за внимание.